Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батырева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Перспективы есть, а финансирования недостаточно. Вынужденное соседство. Как уживаются кандалакшане с мигрантами из стран Ближнего Востока? Поток беженцев из стран Ближнего Востока, следующих через нашу страну в Европу, не уменьшается. Кандалакша стала одним из немногих городов страны, который принял на себя основной удар. Наш город сейчас – перевалочная база для мигрантов, жителей Сирии, Пакистана, Индии, стремящихся попасть в Скандинавию. Как относятся к этому явлению кандалакшане? Чего опасаются? И как себе видят решение этой проблемы? Я сталкивалась с ними, допустим, в магазине. Никакой угрозы я от них, в общем-то, не вижу. Ну, наверное, не тот человек, который высказывает, что вот выгнать их надо и все. Ну, беженцы, я в принципе могу понять, что они бегут от войны, от худшей доли. Они прячутся мне, в общем-то, все равно, живут они здесь или нет. Ну, в магазине пересекалось все. Все, что спросят, ну, они по-русски у меня спрашивали. А что спрашивали? Ну, спрашивали, как доехать до улицы Заречной. Вот я на остановке стояла, как доехать до Заречной. Я говорю, ну, единички. Ну, по-русски. С акцентом, ну, по-русски. Ну, с другой стороны, они же живые люди, правильно? Это наша политика такая. Ну, смотрю, сколько их будет. Если будет человек 10-15, то бог с ним, пускай живут. А если тысячи, как там во Франции, то, конечно, их будут. А у них свои, вот, натура, у нас свои. Я уже со многими раз говорила, опасность такую. Ну, боятся люди. Смотрят передачи, слушают, и поэтому опасность все-таки какая-то. Обеспокоенность у людей есть. Наше общество не готово принять беженцев. Я считаю, что лучше бы нормализовать мир в их стране, и жили бы они у себя дома, восстанавливая экономику. Ну, и я считаю, что мы не готовы на момент принять их. Я считаю, что люди, которые не заняты работой, они всегда представляют опасность, потому что им нечем заняться. Только то, что они могут, количество их расти, может, это уже напрягает. А так пока не беспокоят. Понимаете, мы у всех раз эмигрантов в нашем магазине, в семье, да? Это было человек пять или шесть, вели себя довольно адекватно. То есть не приставали, ничего, пообщались, там магазин продавца, мы купили, да, и ушли. Так что я ничего не вижу такого угрожающего со стороны эмигрантов на данный момент. Ну, ничего полезного-то они точно не несут, но, да не знаю, пока вроде нормально себя ведут. Сколько встречал, говорят вроде по-русски, нормально даже они. Что удивительно, хорошо русский язык знает. Да, пока, наверное, не стоит. Там видно будет. Ко мне-то они не подойдут, побоятся, конечно, агрессию проявить. А так вот разговоров не было, чтобы где-то, что-то, чего-то вот, кому-то агрессию. Но, все равно, в любом случае, полиции нашей нужно какие-то меры принимать, в смысле, там, где они живут, чтобы они по городу не шастали. Везде, где. Определить вечернее время им, чтобы они не ходили. Комендантский час им определить. Живешь в другой стране, живи по ее правилам. Когда будет приведена в порядок хоккейная коробка на Кировской? Когда на спортивную площадку обратят внимание власти? Такие вопросы нередко поступают в редакцию нашей программы от жителей железнодорожного микрорайона. Возмущению людей можно понять. Чтобы покататься на коньках, им теперь нужно ехать на Ниву-3 во дворец спорта или в центр на каток Центра гармонии. В то время, как своя хоккейная коробка разрушается и приходит в негодность. Некогда популярное место отдыха многих горожан – хоккейная коробка во дворе 33-го дома на Кировской. Теперь словно бельмо на глазу железнодорожного микрорайона. Территория вокруг спортивной площадки в летнее время зарастает мусором. Зимой превращается в склад снега. О том, чтобы проводить здесь хоккейные матчи или забеги на коньках, не может быть и речи. Руководство Центра гармонии, в чьем видении находится объект, может и хотели бы провести каток в порядок, но нет такой возможности. Ни физической, ни технической, ни материальной. В Центре гармонии нет в штатном расписании технического персонала. К нам присылают специалистов, рабочих, и они обслуживают и хоккейную коробку на Данилова, вот здесь 23, и должны, по идее, как бы обслуживать и ту коробку. Но смысла нет, потому что надо отремонтировать бортики у этой коробки. Нужно сделать хорошие ворота, не такие, какие вот сейчас там эти ворота. И самое главное, нужно сделать отмостку у этих бортиков, потому что если водой заливать, вода уходит. То есть уходят деньги в землю. Мы на ветер пускаем деньги. Эта проблема очень большая. Откуда брать воду? Мы брали воду из жилого дома. А, соответственно, жильцы очень недовольны, потому что сейчас у всех счетчики стоят, и общедомовые счетчики. И поэтому люди, конечно, к нам претензии предъявляли, и будут предъявлять, если мы будем заниматься заливкой этого катка. Для того, чтобы привести хоккейную коробку в порядок, необходимо приложить немало сил и средств. А их сейчас в непростой для всех кризисный период, конечно же, нет. И все же проблему решать надо. Вопрос о дальнейшей судьбе спортивного объекта, говорит Людмила Бей, постоянно поднимается на уровни городских властей. Есть варианты использования этой территории. Как я вижу ее дальнейшее существование? Ну, с моей точки зрения, было бы правильно, если бы на эту коробку обратили внимание не только городские власти, но и районные, но еще и даже выше, то есть и областные. Потому что финансовых средств на восстановление, на скорейшее восстановление этой коробки нет. И в ближайшее время, я думаю, что не ожидается. Конечно, нужно было бы вот тот проект, который был задуман о переносе небольшой спортивной коробки от второй школы, вот сюда, на это место. Хороший был бы вариант. Можно было бы здесь и сделать небольшую игровую детскую площадку, и в то же время какую-то не хоккейную, наверное, но каток, небольшой каток. Когда будут реализованы эти идеи, большой вопрос жителям железнодорожного микрорайона, очевидно, необходимо запастись терпением. И по возможности не допустить окончательного разрушения спортивного объекта. Далее коротко о других заметных событиях. Жители Мурманской области могут подать заявление о назначении пенсии через интернет. Достаточно зайти в личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда или на портал госуслуги. В электронной форме заявления необходимо указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. Также необходимо указать номер телефона или адрес электронной почты, чтобы сотрудник пенсионного фонда мог при необходимости связаться с гражданином. После отправки электронного заявления оно автоматически регистрируется в территориальном органе ПФР по месту жительства заявителя. Из-за переноса выходных дней изменился режим работы архивного отдела. 22 февраля учреждение не будет выполнять и обрабатывать запросы граждан и организаций. 23 февраля в архиве выходной день. Прием граждан состоится 24 февраля, период с 14.00 до 17.30. Кандалакша может стать площадкой для проведения областных соревнований по игре в снежки или юки-гассан. Планируется, что снежные бои будут организованы в нашем городе в середине марта. Участие в состязании смогут принять молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Сейчас проводится работа по поиску удобной площадки для проведения снежных боев. Сегодня, 17 февраля, во всем мире отмечается День спонтанного проявления доброты. Этот праздник – одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Наиболее известен он в странах Западной Европы и США, где в этот день во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны. Главное в этот день, как признают организаторы, нужно стараться быть добрыми ко всем. И не просто добрым, а добрым, безграничным и бескорыстным. Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым, безграничным и бескорыстным. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время.